В постмодерне форма определяет содержание. На стадионе, стадион, зрители, сцена. Это что? Это ток-шоу. Не имеется в виду, это ток-шоу. Если в ток-шоу, шоумен побеждает не шоумена. Что очевидно. Опять же, начиная от темпа ритма, так сказать, просто чувства сцены, более того, КВН-щику еще проще, чем актеру, потому что актера сцены это четыре стены, а КВН-щика, эстрада, открытое пространство. Рефлексия. Рефлексия, да. Конечно, рефлексия. Поэтому, грубо говоря, актеру проще видеофильм снять, чем КВН-щику, потому что все-таки реакция хочется. Ну, им часто на съемках они ловят реакцию на присутствие. Ну, это такое дело. Это как раз не имеет значения. Вот вся ситуация. И сейчас вопрос в том, что он исполняет обязанности или играет обязанности президента, это не риторически. Я, ну, в смысле как? А мы не можем ответить на этот вопрос. И более-то он, скорее всего, не может ответить. То есть нужно добавить поживому мнению. А вот скажите, он вживается в должность президента или вживается в роль президента? А я не знаю. И он, скорее всего, не знает. Происходит некий процесс взаимопроникновения президентства как государственной функции, встроенной в бюрократическую, ну, государственный механизм. И актера, ну, давай так, человека Зеленского с актерским опытом президентства. Как оно... Это интереснейший... Интереснейший. Я бы, говорит, фридистов бы нагнал бы. Так сказать. И они бы по отношению... Благо отец и мать можно взять интервью у них, фридисты бы взяли. И они бы там что-то поняли, как кто с кем... Какие комплексы у него это. Так сказать. Перемещаются. Но... Как? Но это все на наших глазах. Мы являемся участниками большого такого психологического эксперимента. И я вам еще важную вещь скажу, что если вот вы всегда хотите что-то хорошее, я вам скажу, в чем Украина первая в мире, вот реально. Причем это не я сказал, но тем не менее я с этим согласен. У нас достигнута информационная сингулярность. Первая страна в мире. Мы обладаем всем необходимым... Ну, поток информации достаточен, который мы обладаем. Мы ее не можем ни обработать, ни применить. Вот проблема Украины. Это во многом связано с доиндустриализацией. То есть, потому что поток информации, который идет в Украине, он как бы для Украины индустриальный. Для Украины экономически развивающийся. А он остался... Плотность потока... Она же не зависит от этих процессов. То есть, у нас избыточная плотность информационного потока. И сейчас, как это еще Траут там писал в 65-м году прошлого века, то есть, в сверхнасыщенном пространстве, сверхпростой мозг, простое восприятие и сверхпростые формулы, чтобы достичь этого.